Я веду свой репортаж с третьего чемпионата мира по футболу среди артистов. Ко мне приближается команда сборной Англии. Эй! Добрый вечер. Добрый вечер, друзья! Привет! Джимми, не подкачай, давай! Я думаю, что дома мы обязаны выглядеть как ЧК-звера. У себя, на своих полях, в своей стране должны стать чемпионами. Ну, это вообще бог к нам приехал. Давай-давай, разминайся. Россия за тебя. Андрей, вы видели, сборная-то Англии первыми вышли на разминочку. Очень хорошо. Размяты будут, значит, лучше. Дороги. Они с дороги, им надо. Андрей, мне кажется, что вы не разминаетесь, а красуетесь. Стоите. Ну, вы защитника поуже. Что это? Где мы? Шаган-рог? А, нет, в Москве. Надо как-то поднять российский дух. Надо поднять. Все, кто кому сказал, это основной состав выходит. Кому не сказал, все на скамейку. И как на гастролях мы ездим, так не стоят. Все на скамейке сидят или разминаются. Все, пошли. Выстраивайтесь, все, выстраивайтесь. Впервые в России, в Москве, сегодня открывается третий чемпионат мира по футболу среди артистов футбольно-музыкальный фестиваль «Артфутбол». На горе приглашаются спорные артисты по стране «Артфутбол» и команда «Свелопол» России «Саверсов». У нас впереди 10 дней, чтобы доказать, что мы самые лучшие футболисты и самые лучшие артисты, и оказать огромную помощь нашим детям. Спасибо. Сборная Англии проиграла 6-1 сборной России. Но все бы было так хорошо и прекрасно для России, если бы не один казус. Эндрю столкнулся во втором тайме с Аркадием Дворковичем. Я Аркадий, он ты. Ты. Пар databases. Жира? Тебе права. Кон fellёж. Ты этому, как-то. Понятно. Ты вот этот. Он его говорит hacia камень上 и бах! Это okay. Той есть все. ну что могу сказать это мужская игра